Когда меня спрашивают, в чем заключается наша работа, я отвечаю – мы спасаем мир. Спасаем мы его часто, а если быть точным, то каждый день. И в этом мы обогнали даже Брюса Виллиса. Наши враги – это новая форма цифровой жизни. Они крадут деньги и информацию. Они – прямая угроза безопасности людей. Наши враги – вирусы. Здравствуйте! Я Евгений Касперский. И сейчас мы находимся в Москве, в головном офисе компании, лаборатории, которая носит то же самое имя, что и я. Наша компания занимается разработкой средств защиты от вредных и нежелательных программ и данных, которые бродят по сети интернет. То есть мы разрабатываем антивирусные системы и системы защиты от спама. И для этого здесь трудятся почти тысячи человек. В самом начале, в 1997 году, это был небольшой коллектив единомышленников. Всего у нас было примерно человек 15, которые решили создать новую компанию и заняться разработкой компьютерных антивирусных систем. За 11 лет компания открыла представительство по всему миру. Сегодня главный офис лаборатории находится в Москве. Вторая антивирусная лаборатория создана в Китае. Локальные офисы компании располагаются в Японии, Южной Корее, Китае, Румынии, Польше, Германии, Нидерландах, Италии, Франции, Великобритании, Испании и Соединенных Штатах Америки. Также практически во всех точках земного шара работают антивирусные эксперты лаборатории Касперского. Почему мы называемся именно так? Вы знаете, это очень хороший вопрос. Когда мы регистрировали компанию, тогдашний директор компании Наталья Касперская, моя бывшая супруга, предложила назвать компанию моим именем. На что я категорически, с этим я был категорически не согласен, всячески возражал. Но она сказала, что если я не согласен, то надо бы предложить какое-нибудь название получше. У меня ничего не получилось, поэтому компания была названа так, как она есть. И на самом деле решение было принято очень правильное, потому что вот такая вот однофамильность, она помогла развивать бренд, она помогла развивать компанию. Не нужно было никому рассказывать, кто мы такие, что мы делаем, зачем мы сейчас существуем. Согласно статистике, каждый год количество вредоносного кода увеличивается почти в геометрической прогрессии. Самый простой и самый, наверное, актуальный способ заражения – это флешки. Внешний накопитель с вирусом вставляется в компьютер и сразу же происходит заражение при помощи процедуры автозапуска. Только что вредоносный код создал свои копии на всех логических дисках зараженного компьютера. Наши антивирусные аналитики, я их еще называю дятлы, потому что они сидят и долбают верье. А также наша антиспам-лаборатория работает круглосуточно, без выходных, без праздников. То есть это люди, которые постоянно находятся на боевом дежурстве. Мир можно спасать от разных вещей. От глобального потепления, от демографических проблем, от всяческих астероидных катастроф. Это не наша задача. Наша задача – спасти мир от компьютерных преступников, от компьютерных хулиганов. Возможно, в будущем и от компьютерных террористов. После заражения компьютера поведение вредоносных программ может быть различным. В данном случае, установившись в систему, вирус начал сканирование жесткого диска на предмет ценной для него информации. Знаете, самый первый вирус, который вообще, с которым я столкнулся, он просто-напросто переворачивал экран. Я пришел в бухгалтерию, там вот той компанией, где я работал, а два экрана у наших бухгалтеров были просто-напросто перевернуты, потому что они были заражены подобной штукой. И девушки просто не смогли, не нашли ничего более интересного, как просто взять и перевернуть мониторы. Ну, тоже некий выход. Вот, например, да, с одной стороны, вроде как безопасная штука, да, это действительно такая шутка, но с другой стороны, вот, пожалуйста, как бы некоторые могут свернуть себе шею, например. Собрав всю необходимую информацию, данные банковских аккаунтов и личные пароли пользователя, вредоносная программа отправляет ее через интернет злоумышленнику. Вирусные аналитики лаборатории Касперского каждый день обнаруживают подобные вредоносные коды и добавляют их в антивирусные базы. Я не прячусь в моей пещере, и дверь в нее практически всегда открыта. И если дверь открыта, это означает «милости просим». Правда, иногда дверь бывает закрыта, тогда это означает «посторонний вход воспрещен». Работа антивирусной лаборатории не прекращается ни на минуту. Обнаруженный вредоносный код — это еще одна новая модификация уже известного червя, распространяющегося при помощи сменных носителей. Каждый день в мире появляются сотни модификаций и десятки совершенно новых вредоносных программ. Эксперты и аналитики лаборатории круглосуточно обновляют антивирусную базу данных, используя которую антивирус Касперского на любом компьютере распознает и уничтожает угрозу. Редактор субтитров А.Семкин